Книга «Открытым окон», том 2, вопрос 782, тема «Взаимоотношения». «Доверчивость к людям – грех это или нет?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Не грех, но открывают ворота греху» – 1 Иоанна 5,19. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Неверующий человек – это живой, ходячий уголовный кодекс со всеми его нарушениями. Это люди, состоящие под властью сатаны, готовые в любой момент совершить любое преступление без причины. Когда кто-то говорит «А я вот такой доверяюсь людям, как можно людям не верить?» Этот человек хвалится своим безумием. «Слово Божие учит нас иначе» – Матфея 10,17. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас» – Марка 12,38. «И говорил им в учении своем – остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствие в народных собраниях». Римлянам, 16,17. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазнов, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них» – Сираха 11,29. «Не всякого человека вводи в дом твой, ибо много козней у коварного». «У меня был близко знакомый человек – Гена Яковлев. Он жил у меня, и как все мои квартиранты, он знал мои жесткие правила. Никому после захождения солнца дверь не открывать. Я не просто это говорю, но заставляю в письменном виде подписать договор в нескольких экземплярах о том, что он будет соблюдать эти и другие правила, направленные на сохранение его жизни. У меня жил не один квартирант, и сейчас еще живут несколько семей – и холостых ребят, и девчат, ибо у меня в городе Барнауле четыре квартиры, принадлежащих лично мне. Их дал мне сам Бог чудесным образом. Об этом знают все друзья. Квартиранты всегда у меня верующие братья и сестры во Христе. И за всю жизнь ни с одного квартиранта я еще не взял ни рубля за многие годы за житье на квартире. Поэтому я имею моральное право диктовать им условия. В городе Тури Красноярского края был ритуально убит иеромонах Григорий Яковлев, о котором я сказал выше. Я всегда просил его быть покорным моим заповедям относительно осторожности в ночное время. Но он поступал по-своему. И хотя слышал, что сатанист грозит убить его, и хотя был в храме один, но открыл дверь своей смерти и был обезглавлен. Осторожность – это очень положительное качество, заложенное во всей природе творцом. Посмотрите, как ведут себя дикие звери и птицы, тот же самый воробей или голубь. Клюнет и долго глядывается по сторонам, снова клюнет и опять озирается. Дьявол постоянно преследует нас, потому и дается заповедь непрестанно молиться, озираться, быть бодрственным, недоверчивым, настороженным. Продолжение следует...